так в эфире сразу пытаюсь добавить свету не теряем время пока не вижу все пошло подключение сейчас даст возможность подсоединить минуточку так где у нас веточка спроси юриста одну минуточку свету ли отправляй приглашение не вижу тебя светочка да ты наверняка здесь будь добра отправь приглашение хорошо и тебя почему-то не вижу ребят мы сейчас долго вас еще не займем прям вот минут еще 10 хорошо юрист окей вижу к с нами раз два три да ребят спасибо огромное мне тоже очень нравится очень информативный эфир получается со светланой же второй раз мы второй раз мы уже проводим такую практику свету ли я тебя мы тебя слушаем и теперь мы говорим про те печальные случаи но когда денег больших не взыщешь но все равно обидно это просто ужасно при ужасно значит что мы делаем чаще всего это происходит конечно в каких-то соц сетях да facebook а вконтакте одноклассники или инстаграм но вот мы сейчас в инстаграме и в инстаграме и в фейсбуке и в контакте и в одноклассниках есть очень понятный и очень простой режим когда можно заблокировать вот этот нежелательный контент значит как это делается в инстаграме может быть все кто-то знает кто-то не знает рассказываю значит когда вы увидели вот этот вот пост с вашей фотографии справа наверху над этим постом есть три кнопочки три точечки черненькие да мы нажимаем и дальше идем просто вот по по нашему понятийному аппарату то есть пожаловаться дальше мы выбираем нежелательный контент про нежелательный контент мы пишем нарушение авторского права да или там нарушение исключительных прав то есть там мы прямо идем вот папа и той инструкции которые есть и отправляем там прикрепляется еще ссылочка на то откуда они украли эту фотографию если это ваша и она где-то была размещена да то можно эту ссылочку будет прикрепить и ну вот в течение суток то что этот контент заблочит это совершенно точно если на человека или там на какой-то вот этот аккаунт будет много жалов то блокирует вообще весь аккаунт человека и мы потом приходится отдельно разблокировкой заниматься и и как бы этот вот вопрос решать каким-то образом да я знаю точно что так делали блокировать знаешь какой-то марафон проходил с женщиной который там типа денег собрала ничего не провела и вообще там потом не вернула и ничего там не отчиталась и они прям все на нее пожаловались у спикера вот этого марафона и участники там что она обещала просто жаловались жаловала и вообще заблокировали весь аккаунт кофе-то там я не знаю там 30 или 50 каких-то жалоб поэтому это это не остается безнаказанным в фейсбуке абсолютно такая же форма для отправки жалобы да вконтакте в одноклассниках фейсбук и инстаграм очень быстро реагирует то есть от суток до трех дней а вконтакте долго в одноклассниках очень долго нет наверное дольше всех вконтакте то есть до месяца рассматривать эти жалобы тем не менее можно они заблокируют разбираться не будут там особенно долго то есть если вы предоставите что это было ваше и предоставите где было это нарушение как бы да ссылочку то они заблокируют точно и ну единственное что ты денег не взыщешь да поскольку они как бы заблокируют да я вот тоже думаю да зачем тратить на эту энергию те люди которые своровали им же что-то уже в голову там вложишь ничего не вложишь сидеть блокировать тратить свою энергию на эту но пусть живой как живется я как-то вот я мимо прохожу ты знаешь или блокирует вообще вопросов никаких нету если это просто ну там например я не знаю там храм саграда фамилия ты сфотографировала там гуляючи по барселоне а кто-то там рассказывает тоже личный пост и выложил тоже этот храм саграда фамилия это я кстати так делала сама выложила храм саграда не знаю где фотографии взял где-то на яндексе автора так и не смогла найти но я подержал там двое суток потом убрала его он прям очень красивый мне кажется из книжки с какой-то вот но вообще конечно так нельзя делать это одно дело да то есть я на этом не зарабатываю ничего не делал а другое дело когда твои фотографии берут и продают ну да я последний раз когда обратились то есть забрали фотографию нанесли блин ее на футболку и продают там за пять с половиной тысяч футболку ну это вообще ну ты прям побойся бога ну это же вообще просто понимаешь ну вот на мой взгляд причем у меня две разные истории были когда прям готовую фотографию просто на футболку сляпали а был второй случай когда ее как бы переработали типа перерисовали но это еще что-то там да понимаешь а тут вообще просто ну ну просто ужас какой-то поэтому когда это какие-то коммерческих целях то ну другой стороны понимаешь когда коммерческих целях так делать и найти уже проще да вот этого нарушителя будет потому что ну он там же свои данные всякие оставляет вот теперь еще по поводу того все-таки что с тобой сделаем сейчас делали очень полезное дело значит вы чего делаете ребят у вас есть план действий если украли да то есть если украли каких-то коммерческих целях используют мы сами первое фиксируем вот этот факт нарушения который произошел да либо покупаем этот материальный носитель либо бежим к нотариусу и у нотариуса делаем протокол осмотра сайта все зафиксировали дальше мы ищем исходники где наши исходники как доказать нам наши авторские права и все такое это второе третье мы пишем претензию этому человеку и в этой претензии мы уже пишем что значит мы хотим и дальше мы говорим что мы хотим сколько денег да мы хотим за это и и что дальше чтобы он прекратил это использование может мы пишем мы не против продавай например там да что-то использую каким-то коммерческим способом но заплати нам так тоже можно сделать вот мы сейчас как раз именно таким образом занимаемся девушка забирает фотографии размещает их в виде рисунков на футбол мы будем это делать за деньги то есть тоже как бы ну понятно удобно да и можно зарабатывать еще условно говоря на этом вот то есть нужно понять что мы будем требовать от этого нарушителя прав что он нам будет должен да вот я могу конечно подробно но у меня вы знаете что у меня есть у меня есть целый курс где я он у меня именно для творческих людей где мы все вопросы разбираем от того как начать как легализоваться надо вообще легализовываться или может кому-то и не надо и тогда мы подробно рассматриваем какие есть риски какая ответственность и как нам это все и всего там избежать да пока у нас доход небольшой и сил нету какие расходы у нас есть да я просто делаю это специально у меня есть как бы продолжению этого курса мы дописали уроки это как раз вот именно по авторским правам по оформлению отношений твоих с клиентами и мы там расписываем все как как нам еще такой там как как чек-лист по защите то есть что мы когда делаем какой-то призыв мы ставим свой значок копирайта да то есть я рассказываю как подстраховаться на при этом себе по почте какие-то послать данные да условно говоря рассказываю про видео что например если ты видео снимаешь то можно заливать на свой закрытый youtube канал у тебя будет дата когда ты это сделала да то же время в общем доступе не будет то есть всякие разные такие фишечки о том как вот ну и защититься и все остальное там очень много всего про съемку людей идет и детей и новорожденных и съемки бренда вот это тоже может быть вот я еще про съемку бренда как бы скажу несколько слов да и и вопросы поотвечаем да давай 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 смотри есть такое знаешь как то называется как же это называется спек встречался с этим понятием нет нет не а вот видишь я сколько знаю словов ваших причем уже короче спек это типа от спекулейшн вот сокращенный от спекулейшн это когда например какой-то молодой фотограф вот или не молодой и и тем более в общем уже озабоченный своим продвижением снимает know это известный бренд или предмет или товарные там товары с каким то известным брендом этом бмв он снимаете ним на этом salmdirectе comments увид��� что-то такой как-нибудь так он это снимает именно такой модель там с этим совсем снимает что просто красота какая-то неимоверная и потом УК тогда выкладывает да это всё это даже делать упоминания ну как то чтобы чтобы увидели там что известные марки бренды да чтобы они там пригласили или может быть купили его у него или что-то такое. В общем, вот я рассказываю о том, как это делать можно, как это делать нельзя. Вообще, конечно, юридически делать этого нельзя. То есть, если ты снимаешь известный бренд, ты должен спросить разрешение у них. Был очень интересный случай, по-моему, в шестнадцатом году сняли на ТНТ шикарный ролик. Ролик был про промо-ролик. Это была съемка СОКО. Может, помнишь, такие СОКО были? Они прям, ну, какая-то демократичная такая линейка была. Ну, да-да-да, возможно, да-да-да. Да. Вот. Значит, выглядел этот ролик чудесным образом так. Значит, аэропорт, по-моему, Шереметьево и Домодедово. Значит, выходит из аэропорта такая девушка вся такая, знаешь, прям очень красивая, как после стилиста. Вот она в таком платье летящем с чемоданами Луи Детон. Там тормозит такси. Такси было БМВ, по-моему, или Ауди. Я поняла, к чему это. Да. Она закидывает туда эти сумочки, а что-то таксист отказывается ее везти, выгружает ей все эти сумки. Она такая вся расфуфыренная и такая она вообще вся недовольная и никуда она проехать не может. А за всем за этим наблюдает чудесная девочка, которая стоит там вот. Она с обычным рюкзачком никаким, не луи-витоновским, в такой джинсовой ветровочке, там, как, знаешь, как-то причёсанная, не накрашенная. И она просто пьёт сок. И она такая, знаешь, подхватила рюкзачок и просто пошла без всякого там такси. Та-та-та. И там, в общем, как написано, что типа, а это вот просто сок. То есть нет никаких понтов, просто пей сок и сок и всё. Ну, типа, вот такая тема была. И вот этот луи-витон подали в суд на ТНТ, они подали в суд на СОКОС, они подали на рекламную фирму, которая делала рекламную ручку. И, в общем, знаешь, ну миллиона два они взыскали точно, может быть, даже больше они взыскали. Поэтому этих соков сейчас и нет. Ну, возможно, наверное. Обандруйте с компанией. Со всех там в равных частях только по 600 ещё не взыскали, 2400. Ну, в общем, какие-то такие примерно были цифры. В общем, то есть нельзя использовать. Я-то, честно говоря, подозреваю, что они возбудились, потому что вот эта девушка, которая использовала чемоданы луи-витон, она там в некрасивом свете показана, да? Ну, то есть типа она такая капризная и всё такое. Вот. А если бы она была там прекрасная, то, может быть, они бы только порадовали, да, например. Вот. Ну, в общем, вот, к сожалению, это вот так грустно закончилось. То есть я прошла, что на самом деле снимать нельзя и для коммерческих целей 100% снимать нельзя. Если не коммерческие цели, то как бы, ну, то, ну, знаешь, прямо не написано, что вот там написано для коммерческих целей нельзя. Но я не уверена, что, например, суд, который будет рассматривать, не питает, что это было коммерческой целью, если ты типа рекламируешься сам, как фотограф, да? То есть ты показываешься, вот какой я крутой. То есть ты типа все равно свои услуги рекламируешь, да? Ты же не просто там у себя на домашней страничке выложил, а как-то вот так. Поэтому я не уверена, что, ну, как бы, вот в любом случае это позволительно. Поэтому я думаю, что это в коммерческих точно нельзя. Можно попробовать в некоммерческих, если вы уверены, что это, блин, прям, ну, очень красиво и что, ну, вы готовы, если что, чтобы какие-то претензии предъявляться. Понятно. Вот у себя на курсе я про съемку бренда тоже рассказываю, у меня прям там отдельный целый урок, мы это все разбираем и даем всякие права и правила и про лицензионные договоры, про заказы, все остальное. Поэтому все это, вопросов много и про новорожденных сейчас интересный, и про животных. Ты знаешь, что с животными тоже сейчас такая засада, на самом деле, вот, вышел же закон о защите животных, и теперь животных нельзя использовать в предпринимательских целях. Да, да, мы в прошлом эфире, Светуль, про эту тему, на эту тему говорили, это что сейчас и в цирках лазерное, лазерный шум, слонов и прочее. Да, да, да. Сейчас я про это тоже отдельный урок подготовила, тоже теперь у меня в курсе про это. Очень интересно. Ребят, кто не слушал, да, кто не слышал этот эфир, Светуля пока читает вопросы, кто не слышал эфир, я сделаю в сторис сносочку, вы можете перейти на ютуб-канал и посмотреть, там очень много всего интересного. Ага, все, Светуль, давай, не отвлекаю тебя, по вопросам немножко пройдемся. Микрофон возьмите, пожалуйста, не могу взять микрофон, значит, зарядка кончилась, прервалась на самом интересном, но сейчас вроде бы опять вот так. Американские фотографы рассказывали, что есть сайт, на который они грузят свои фото и официально их регистрируют. В дальнейшем при разборках права используются в качестве доказательства. Это называется, знаете, как депонирование произведений. Ну вот я честно считаю, что это, ну, как бы такой отъем денег, ну, такой более или менее легальный, да, то есть есть куча агентств, в том числе российское авторское общество и еще целая куча. Если хотите, кто-то может мне написать, я прямо отдельно про них какой-нибудь сделал, там информационный пост, который занимается депонированием. То есть вы свои произведения туда загрузили, они вам выдают свидетельство о том, что вы как бы зарегистрировали у них авторские права. Они регистрации не подлежат, поэтому называется депонирование. И это используют, то вы можете сказать, минуточку, у меня был документ на это все. Просто, ну, как бы, реально это невозможно, на весь объем там своих притрудных. Если какая-то очень дорогая, там, какая-то эксклюзивная фотосессия, то, может быть, стоит попробовать, да, как бы вот это сделать. Вот так, мне кажется, что смысла нет. Это называется депонирование. Я придумала онлайн-игру, а ее пересняли и продают за три копейки. Как быть? Быть так, как мы сейчас сказали. То есть зафиксировать, что ее продают, купить, возможно, даже ее, чтобы у вас были какие-то реквизиты этих людей, да, чтобы их потом легче искать было. Доказать свои исходники, найти хотя бы их и подавать в суд. Просто, да, взять юриста и подавать в суд. Это не вопрос. Я думаю, что за онлайн-игру, наверное, можно больше взять, потому что это коммерческое использование. Так, если сфотографировал людей в парке, в городе, выставил в сети, или если потом это фото купили на стойке, или купил журнал, человек попал в кадр, что будет фотографом? Ну, если вот, как бы, предметом съемки, то есть если просто люди, там, толпа, это открытый парк, ничего не будет, это как раз вот тот один из трех случаев, когда изображение людей можно не спрашивать, да, фиксировать и использовать изображение людей. Когда это места общего доступа, все туда имеют право, и вы просто снимали какое-то там место или какое-то событие, люди случайно попали, ничего не будет. Вот. А если вот эти люди были объектом съемки, что они там занимают какой-то большой процент от кадра, то, как бы, естественно, нужно спрашивать их согласие на это. Они могут потребовать удаления вот этих фотографий с этого ресурса от всех, в том числе, там, ну, того, кто разместил, а от фотографа могут потребовать компенсации морального вреда. У нас не очень много выплачивают, ну, там, от двух, вот, до пятнадцати тысяч рублей штрафа бывают за компенсацию морального вреда. У меня нету, у меня нету объяснения, какой логике это поддаётся, как высчитывают, ну, как бы, сколько денег берут. Ну, вот от двух, там, до каких-то десятков тысяч компенсации морального вреда для человека, то, что его не спросили. Вот. Ясно. Так, может вопрос, может вопрос не по теме. Что фотографу делать, если при съёмке идеи на выпускной альбом администрация требует отдать им процент? Извините, что не по теме. Ну, что, что тут? Ну, у меня, кстати, был тут пост про школьных фотографов. Не соглашаться, ну, либо соглашаться, и тогда считайте, что вы их будете школьный фотограф всегда. То есть тут просто коммерческая составляющая. Ну, меня в этой, мне в этой связи смущает только то, что это делается, а, незаконно, б, чёрным налом, да, потому что это запрещено, это, конечно, там, ну, и взятка, и коммерческий подкуп, и всё остальное. То есть по деньгам это вы смотрите сами, выгодно-невыгодно. А вот передача этих денег меня она очень смущает, потому что это, конечно, уголовное дело. Так. Скажите, а можно говорить о правах, когда на условиях ТФП обсудили с моделью идею в WhatsApp, проложив фотографии из интернета, как приблизительный пример того, что должна получиться, а модель отсеилась? Ну, о правах, да, о правах на чего? То есть у нас так и ничего не было создано-то, да? А на идею, как бы, ну, нет, идея не подлежит. Так, с этой идеей у другого фотографа. А, отснялась, отснялась у другого фотографа с этой идеей. Ну, я говорю, что идея, как бы, если она никаким образом не закреплена, то нет. Я думаю, что идея, закреплённая в WhatsApp, наверное, студии повергнет в шок, потому что, ну, как бы, это тоже очень мало похоже на оформление какой-то идеи. Всё-таки это должно быть вот в каком-то виде, да? Потому что, ну, что вы там смотрели? Вы же не обсуждали с моделью, там, тон ткани, там, не знаю, тон макияжа, ногтей, там, да, всё. То есть это очень примерно будет. Ну, например, там, девушка там, девушка на сене, там, в джинсовом комбинезоне топ-лес. Ну, что это? Это что угодно может быть, да? Ну, как бы. Поэтому конкретно должно быть. Ну, тем более здесь написано, что приложили фотографии из интернета, то есть вы же тоже где-то приложили, то есть, судя по всему, что как-то, вообще, мне кажется, ничего не выиграешь точно. А что-то прочую лицензию на 500px можно узнать? Не совсем понятно. А, есть такой сайт 500 пикселей. Ага, не знаю, что это за сайт. Это что за лицензия? Честно говоря, я тоже не знаю, что за лицензия, мне тоже интересно, что за вопрос, потому что на 500 пикселей я постоянно гружу, вот уже очень много лет, сегодня тоже опять загружилась и загрузила свежие фото. Что там с лицензией? Они же в миниатюре, оттуда нельзя качать. Нет, это не фотобанк, они в миниатюрке, оттуда никто не скачает, то есть, как бы, их просмотреть можно, такой сайт классный, но там не возьмешь эту фотографию, она в маленьком изображении, то есть, она не дается никому, ее нельзя там продать. Вот мне тоже интересно, пишите мне в личку, что за лицензия. Да, я не понимаю. Вот ты знаешь, что на самом деле, что я бы, что я бы не сказала, а может быть, стоило бы сказать. Есть, я все собираюсь как бы какого-то найти прямо англоязычного юриста, который помог бы мне сделать очень такой, знаешь, аутентичный перевод соглашений фейсбуковского, который, по-моему, то есть, 15-го, то есть, 16-го года оно существует, я уже где-то про него говорила. Меня лично оно прям пугает очень, потому что вот в том переводе на русский язык, как оно звучит, это выглядит примерно так, что если ты какую-то фотографию загрузил именно в Facebook, именно в Facebook загрузил фотографию, и режим у тебя загрузки как бы типа для общего пользования, и как доступно всем, да, называется доступно всем, то это означает автоматически, что ты подписал соглашение с Facebook, и ты теперь все могут пользоваться этой фотографией без ограничений, включая Facebook, и даже те, кто не пользователи Facebook, но это общего доступа они увидели, они имеют право. Да, то есть, это просто, ну, мне кажется, что это прямо, конечно, очень страшно, и это, конечно, очень странно, то есть, в Одноклассниках нельзя, в ВКонтакте нельзя, в Инстаграме нельзя, а в Facebook вот такое дикое соглашение, просто я настолько юридически английский не знаю, английский юридически не знаю, поэтому я сама не могу перевести, но мне было бы интересно посмотреть, что это такое, поэтому вот эти 500px, да, пикселей, вы тоже посмотрите, может быть, вы загружая уже на пользование уже подписали какое-то соглашение, что вы там на все согласны, и дом заложили, и корову, и все остальное. Ого! Так, еще дополню свой вопрос, имеет ли театр на образ актера в костюме, если сфотографировать актера перед или после спектакля на своем фоне, просто муж-актер, хочу ему портрет сделать и в портфолио. Ну, смотри, я думаю, что, наверное, не будет на театр возражать, честно говоря, но вообще здесь что получается, то есть, мужа вы сфотографировали, он, естественно, вам разрешение дал, да, на изображение, там, знакомый какой-то актер вам дал свое разрешение. То есть надо посмотреть, что здесь может быть как бы защищено авторским правом. Это костюмы, например, да, и вот права на эти костюмы, они могут быть либо у самого там, кто создал эти костюмы для театра, либо у самого театра. То есть здесь вот нужно будет спросить, наверное, театр, что имейте в виду, мы его как бы выложимся. Хотя, мне кажется, это вот часто бывает, может быть, и не будет ничего выражать, либо если вы как-то будете там рекламировать или еще что-то. Но спросить нужно, если это авторские какие-то костюмы, я думаю, что спросить нужно. в храме со службы можно выкладывать ребят, ну вот тема про места где можно фотографировать где нельзя фотографировать где нужно спрашивать разрешение это просто прям отдельная, ну прям вообще очень большая тема в храме можно, но нужно спрашивать, будет согласие батюшки на это, это точно как урегулировать свои отношения с клиентом, помимо договора бриф мне вообще не нравится никакие документы которые подписываются одним человеком вот когда это написано релиз или пресс-релиз, или что там, или бриф то есть когда это от одного человека я прям вот искренне считаю, что когда два человека участвуют в каком-то процессе то должны подписать оба этих человек, вот даже дарственная Ирина, вы когда у нотариуса, да? есть даритель и есть одаряемый тот, кто принимает, он тоже дает свое согласие, я готов поэтому и вот даже договор на условиях ТФП с моделью с клиентом, это точно договор авторского заказа, а если это с моделью на условиях ТФП, у меня тоже есть договор на условиях ТФП с моделью, где мы говорим, фотограф делает для модели то-то, то-то, то-то модель делает для фотографа то-то, то-то, то-то Услуги фотографа, работа фотографа стоит столько-то, у модели столько-то стоит ее время. Стороны признают ценность своих вкладов в договор равными, и поэтому они друг с другом просто обмениваются. И мы прописываем все в этом договоре, что модель должна прийти а не пьяный, б с чистыми волосами, б накрашенный, г в какой-то одежде, в какое время. Мы прописываем все, чтобы это было хорошим, настоящим, полноценным документом, чтобы можно было этим пользоваться. А не как там, знаешь, опять с бухты-баракты, что как попало. И это как с клиентом. В процессе ты узнаешь много всего интересного, что, оказывается, там не это имелось в виду, и вообще не это люди подразумевали. И самое главное, сколько фотографий дает фотографа, потому что модель думает, что ее отфоткали, дай мне все. А ты, например, хотел только три или пять. И все. Так что вот. Вот. Вроде бы, мне кажется, мы все поотвечали с тобой. Да, да, вопросики все. Да, 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 Светуля. Ага. Ой, мне неудобно тебя так долго задерживать, у нас уже второй час идет. Я просто понимаю, что каждый час своего времени стоит денег, поэтому у нас бюджет подходит к концу. Да, я что предлагаю? Я предлагаю нам с тобой эту традицию не оставлять. Мы еще можем рассказать... Я только за. Да, да, мы можем рассказать про места, про съемку людей, потому что у меня много всяких этих тем, да, то есть в каких местах снимать, чего и как. Но я бы, конечно, все-таки вот начала сначала, вот, я бы начала ни с договоров, ни с авторских прав, хотя мы это уже тоже все обсудили, я бы начала все-таки вот с фотографа, как ему оформляться, да, когда надо, когда не надо все-таки, да, и потому что это просто уже становится вот как-то опасным. Но мне хочется, чтобы люди про это знали, слышали и понимали, что есть очень разные варианты, да, когда я им говорю, ты готов с 1000 рублей 40 платить и не будь, и вообще не бояться и рекламироваться и все. Они говорят, а что, так можно было 40 рублей? Да, можно с 1000 платить 40 рублей, это 4%, и быть оформленным, и ничего страшного, у нас уже в Нижнем он даже начали оформляться. Я уже молчу там про Москву, московскую. Можно, если ты говоришь, что известный фотограф, это и легальный фотограф, а значит давайте вместе подумаем, я есть, чтобы подумать. Идеально. Так, и мы с тобой, что мы, в общем, все, кто придет от Иры Недялковой, напишет мне в директ, да, Недялкова, вот, получит от меня, это только можно сделать сегодня, ну, давайте до завтра, до 12 дней, больше у меня такой акции не будет, до завтра, до 12 дней, можно с 50% скидкой купить. Купить, ну, на мой взгляд, идеальный образец договора авторского заказа, который я уже вылизывала, вылизывала с учетом всех клиентов, которые ко мне обращаются. И вместо 2,5 тысяч будет 1200, но это только для Иры. Светулечка, это только Российская Федерация, потому что меня очень много смотрят из Европы, девочки, Европы, там, не знаю, Германия. Я тебе сейчас скажу как. Вот этот договор, который я сделала, конечно, он применим на территории Российской Федерации. Но вот эти 5 пунктов, которые я там написала, они 100% работают для всех, как бы, да, для всех без исключения людей, которые, ну, как бы, в принципе, занимаются вот какой-то там либо фотографией. Почему? Потому что 5 пунктов, которые мы обсуждаем, да, это предмет договора, я расписываю, что мы под него, да, имеем и что мы говорим, сроки, да, и это оплата каким образом производится. Это в любой стране обсуждается. Это можно использовать. То есть ты просто это берешь, да, и ты это с клиентом обсуждаешь, и ты это с клиентом делаешь. Поэтому я думаю, что это абсолютно, как бы, ну, рабочий вариант. Ну, там, для всяких там, Европа-то точно совершенно, но, как бы, Америка, все-таки, не знаю, но вот Европа точно, она вся под это подходит, и можешь это брать. Замечательно. Ну, что я тебе могу сказать? А, огромное тоже, огромное спасибо за это уделенное время для нас. Я сейчас этот эфир тоже сохраню, залью ее на YouTube, и еще раз в сторис поделю ссылочкой, поделю ссылочкой на тебя, кто не знает твой личный аккаунт, и буду ждать новые встречи на следующей недельке, запланируем, да? Все, давай, хорошо. Все, Тульчка, спасибо тебе огромное, спасибо за то, что ты нас образовываешь. Спасибо огромное. Все, ребят, спасибо всем, кто был с нами. Всем пока. Спасибо.